человек расскажи как первый раз в америку поехал ночью первый раз я честно говоря при офигел я хотел равняться на американских мастеров мне нравились мастера в россии и когда начал в фейсбуке постоянно сидеть следить за мастерами я думаю вот оно то качество работ которое мне нравится в итоге пригласили меня на первую тату конвенцию в нью-йорк был у меня такой тогда еще хороший клиент ныне друг кости или круто которому мы делали в то время рукав и кости меня говорит слушай давай спровоцировал говорить давай едем в америку ты там заберешь все награды я беру ты что больной что ли как какие нахрен награды ну что-то он так поговорим со мной я реально поверил в себя сажусь самолет и думаю я чё дебил куда лечу там же логово просто реально крутых мастеров там прям монстры работают и мне реально было страшно я думаю вот блин поверил в себя идет я уже не верил когда я сидел самолете я так что-то расстроился и я уже не верил что что-то там будет да но в итоге я понял что нужно идти до конца приехали и я еще тогда английский и вообще не учил и не знал его приезжаю в америку захожу на конвенцию я наверное это состояние никогда не забуду первый раз я встретился слух рубина с ним встречаемся он меня проводит без очереди и горит но вот твой бокс короче так и так и подходит ко мне я как сейчас помню тип на которого я в то время время прям молился роман тату подходит и говорит чувак твои работы сумасшедшие крутые там типа короче и начинается на разговаривать и ну да ладно я же вообще ну я вообще никогда в жизни не думал что у меня хорошая работа я был в шоке оказывается меня там половина знали уже людей ну благодаря фейсбуку ну и в итоге я решил надо всех удивить сделал бедро за пять часов огромное просто ну изображение кайзенберга ну и мы взяли кажется первое место за него и первое место сразу же в первый день за рукав что делал костю но самое главное меня удивило я думаю сейчас буду смотреть какие мастера вы выставляются в моей номинации посмотрел на работы всех мастеров и как раз туда роман абрега он короче выставлял портрет свой я думаю ну все все я я пролетел сто процентов там ну нихера себе легенда такая выставляется и я какой-то мальчик из тихорецка приехал в итоге у романа никакого места а у меня первое место в портрете ну и там повлияло наверное не качество даже работы а все удивились берет как он за за день так бахнул короче скорость вот но тогда у меня была очень большая скорость и я прям работал большими иглами ну и чую ну и короче после этого я понял что вот она америка вот мое признание мне начали писать писали все короче хотели все сделать у меня татуировку пожалуйста останься мы хотим чтобы ты поработал начали приглашать студии после этого и я конечно такой знаешь вернулся с хорошим настроением домой ну и как-то я поверил себя вот это был наверное первый переломный момент которому я рад ну наверно по сей день то что было какое-то подтверждение моей жизни подтверждение моего уровня но сейчас все по-другому на самом деле сейчас я понял что америка не для меня и я бы не смог сказать когда я вышел на манхэттен когда я вышел с поезда там метро уходит от того места где мы жили я выхожу и я думаю твою мать нихера себе почему мы в такой жопе живем но все это ложно все кажется красиво но в итоге есть свои законы свои моменты которые наверное мне не подошли что не подошло что не понравилось не понравилось много факторов все не так круто как как это в картинках выглядит ну а что прям так оттолкнуло и же какие-то ключевые факторы потому что ну со многим сам говоришь можно привыкнуть суши ну вот смотри многие российские чуваки приезжают туда и их устраивает да например жить в коммуналке какой-нибудь ну и говорить что всем но зато я в вот я например не такой человек мне хочется все таки раз уж я дошел до какого-то уровня и не хочу делать шаг назад пусть может быть бы я там мог да там открыть и студию в конце концов да там и спокойно успешно работать на себя но должно пройти очень много времени и много факторов которые могут на меня влиять то есть не не от меня все зависит на самом деле например каждые два года я должен был делать рабочую визу рабочая виза это отдельная тема потом давай еще поговорим если допустим мне не продлевают визу то мне придется уехать обратно куда мне ехать обратно если я допустим уже прожил там много лет да какие здесь клиенты у меня будет ну никто не будет ждать то есть но с этим кстати многие мастера которые работают за границей да там в европе они встречаются с такой проблемой когда клиенты уходят уже другим мастерам более доступным по поводу жизни в америке но это очень дорого очень прям дорого и если посчитать полностью налоги посчитать сколько ты отдаешь студии за работу ну честно говоря я считаю что это такая тоже ложная какая-то знаешь картинка все это я в принципе все наверное что мог я получил от америки и нужно здесь дальше развиваться все таки потому что здесь все не так развито и есть куда стремиться есть к чему стремиться по поводу визы суши но по поводу визы вообще там все сложно я два года работал там обычная туристическая визе ну и конечно все это повлияло то есть в какой-то момент я понял что нужно сделать официально все и мы сделали рабочую визу которая сейчас также может влиять и на мою дальнейшую например туристическую визу да когда я захочу например сделать туристическую это все будет влиять вот изначально когда работал было все офигенно все круто я зарабатывал хорошие деньги но к сожалению никто обо мне конечно не думает там что у меня могут быть проблемы с законом и с получением дальнейшей визы и я конечно же этого и сам не продумал пока как у нас в россии говорят этот петух в жопу не клюнет ну клюнул в один момент определенные условия такие сложились что пришлось сделать эту визу я остался в америке по туристической визе и начал собирать все документы чтобы тебе собрали полноценный кейс нужно заплатить от там пяти до десяти тысяч долларов лойеров он все это собирает в одну красивую папку и отправляет какой-то орган власти и там они уже рассматривают то есть ты заплатил деньги не факт вообще что тебе дадут эту визу но ты уже лойеру заплатил соответственно пока ты ждешь в находясь в америке ты ждешь вот этот кейс рассмотрение этого кейса и тебе нельзя выезжать за пределы америки конечный такой этап когда одобрили петицию и потом ты уже с этой петиции это просто одна бумажка такая едешь в россию на собеседование на собеседование в россии также могут отказать и все это что ты платил сколько ты ждал также ты можешь не вернуть эти деньги но я рискнул все это сделал и тут началась крутая штука которая меня максимально прям раздражала в америке это оплата налогов когда ты делаешь 10 татуировок за неделю а у тебя тебе зарплату дают за 6 татуировок потому что 40 процентов у меня забирали налог уже потом ты не за не замечаешь не нью-йорк не красивые вот эти пейзажи некрасивые виды некрасивые дороги ты просто понимаешь что ты работаешь на то чтобы американские граждане офигенно себя чувствовали за счет тебя и за счет других иммигрантов я например ну не не смог с этим смириться дальнейшем конечно я хотел остаться и работать там но судя по тому сколько у меня там забирали и и сколько я тратил наверное я понял что лучше этого делать не стоит скажи а чем отличаются клиенты в америке от клиентов в россии очень сильно отличаются тем что у них уже давным-давно все это развито для клиентов американских реально мне кажется это как татуировку сделать это как подстричься сходить они очень эмоциональные они подходят когда сделал там тату куда например они подходят к зеркалу битвау щит молод пока соусом знаешь там ну такие всякие короче моменты они очень прям рады тому что на их коже появился какой-то крутой шедевр там я не знаю они реально так считают вот у нас же клиенты подходят к зеркалу берет ну да круто спасибо сколько будет это стоить называешь цену они такие у блин ну не как что-то отдавать такую сумму приходит чувак с работой топового мастера студию которая работает там в каком нибудь подвальчики и говорит ну ребят сделайте мне вот такую же то есть в америке например клиенты понимают что к этому мастеру ну ты не попадешь просто и даже подобное что-то у тебя не получится сделать там за 100 долларов а это будет стоить там 5000 долларов да там три тысячи долларов вот поэтому вот такие моменты они прям четко разделяют они уже понимают и но мне кажется это скоро придет и в россию у них там но очень редко бывает когда клиент не пришел на сеанс то есть они прям ценят тебя и они понимают за что они платят большие деньги у них нет лишних вопросов да там почему я что-то там дорого например да беру за татуировку находясь студии где мастера например там 100 долларов в час зарабатывать я зарабатываю 300 долларов у них нет прям вопросов и они понимают что ну да уровень разный еще у нас здесь немножко другая тема ну и самое главное наверное такая самый главный фактор за что я люблю больше американских клиентов это то что у них мега крутые идеи всякие они готовы на все просто они у нас просто до сих пор приходит чувак там горит были налег у тебя такие крутые работы сделал мне надпись как почему почему ты подумал об этом странно либо там у тебя крутые портреты сделание портрет тигра все вот 18 тысяч тигров короче все короче у нас в россии тигры и волки и и все и больше ничего нет хуртада для меня всегда на она останется номер один потому что у него очень крутая такая крутая политика и подход который мне достаточно сильно симпатизирует мне нравится то что он пережил наверно очень много своей жизни всяких проблем и действительно развивается так как я бы наверно хотел развиваться всю свою жизнь и это не касаемо даже тоже татуировки а именно касаемо там всего полного подхода полностью к своему делу может быть и в другой какой-то сфере он также мог бы добиться какого-то успеха поэтому хурта для меня вообще номер один мне нравится как он разделяет грамотно учение творчества и татуировку многие мастера забывают о том что татуировка должна быть долговечной максимально быть крутой в на протяжении всего времени пока человек не сдохнет не попадет в ад вот поэтому а он очень круто это все разделяет и он знает где он может сделать там детали где он может забить на эти детали где он может показать все свое мастерство а где лучше не применять этого и знаете в каком-то интервью он сказал то что искусство в татуировке пропадает тогда когда он берет в руки машинку то есть он разделяет то есть при создании эскиза допустим да есть доля там искусства до доля там какого-то как-то называется творчество творчество заканчивается когда он взял в руки машинку и там просто тупо техника я этого также придерживаюсь всю свою жизнь олег а в каких конвенциях стоит участвует лишь неоднократно до участников каких бы советовал не участвовать в каких лучше вот прям всем ехать по миру мне кажется есть четыре топовых конвенциях ну может быть пять вот я всегда хочу поехать в лондон там прям топовые мастера мира собираются одна конвенция в лос-анджелесе golden state empire стоит в нью-йорке она тоже ежегодно проходит и наверное милан в милане тоже прикольно все все остальные конвенции так у меня вообще по поводу конвенции знаешь такой свой наверно взгляд на конвенции я считаю что есть три типа людей которые посещают конвенции первый тип это новички которые им не обязательно участвовать им нужно просто приехать и посмотреть и я бы рекомендовал например всем новичкам ездить по хорошим конвенциям где действительно крутые мастера показывают крутые техники и можно посмотреть там как тот или иной мастер добивается того эффекта который там нравится тебе второй тип мастеров наверное да которые именно едут для того чтобы поучаствовать в самой конвенции и в самих номинациях для чего это нужно мне важно было чтобы тебя именно профессионалы оценивали то есть когда ты приезжаешь когда ты вернее делаешь татуировку клиенту конечно он там будет рад и ты будешь считать себя о я крутой классный мастер и потому что вот моему клиенту понравилось но клиента по сути он же не профессионал он же не понимает как как делают другие да в жюри не посадят людей которые делают какую-то херню либо не понимают в этой татуировки и третий тип людей это организаторы которые уже изначально в тату индустрии чего-то добились будь то они мастера будь то они там какие-то бизнесмены до которые там продают краски всякие ну именно в нашей да в тату сфере ну и вот это три типа на на людей которые действительно занимаются таким продвижением тату культуры все остальные ну честно скажу может быть опять я что-то какую-то хрень сморожу да там все опять начнут говорить но я не понимаю для чего мастер едет работать на конвенцию я вообще не понимаю то есть человек именно зарабатывать человек реально всю свою жизнь сидит блин делает вернее мастер всю свою жизнь сидит и каждый день делает татуировки за деньги но он раз в год еще выезжает куда-то зарабатывать я вообще этого не понимаю и когда я вижу мастеров хорошего уровня которые делают какие там я не знаю а бы что да там какие небольшие татухи для того чтобы отбить поездку но я смысла вообще не вижу зачем вы едете во первых в это время ты никак не сможешь посмотреть там на крутых мастеров не ты ним не сможешь пообщаться с ними не сможешь какие-то фишки новые привести да ты просто сидишь и работаешь тупо ну я считаю что это прям вообще ну бред какой-то если мастера ездит там я не знаю там воронеж либо там я не знаю какой-нибудь севастополе ежегодная батайская конвенция там я не знаю ну что сейчас все это проводится я не понимаю для чего просто мастер тратит и деньги и и время свое но он ничего там не черпнет и бессмысленно мне кажется может быть такое что ты не раскрученный мастера но при этом бьешь хорошо какой-то там в подвале сидишь но ты классно сам по себе приезжаешь на конвенцию на такую всех рвешь и ты сразу супер популярная это прям считанные секунды можно стать популярным мастером но знаешь это на словах так все очень просто звучит ну попробуй поедь просто я у меня есть прям стратегия как чё выигрывать и как к этим конкурсом подходить у меня есть прям целая стратегия может быть когда-нибудь я сниму видос в конце жизни либо напишу книгу наверно как выигрывать на конвенция важно даже в этом случае иметь стратегию чтобы не зависеть от жюри как многие говорят там купили там награды либо еще что то можно реально сделать так чтобы жюри обратила на тебя внимание ну я это делал на самом деле вот эта вот схема продвижение мастера по конвенциям выводу в топ ты и на себе именно обкатали на каких-то других мастерах были был кто-то были мастера до которым я говорил эту стратегию и говорил что надо вот над этим над этим над этим работать да и на те обратят внимание и были такие очень крутые результаты вообще работать нужно над всем полностью то есть если мастер хочет стать номером один почитайте кстати книгу игорем она номер один вот там все прямо расписано по полочкам где вообще спонсорство от кого сейчас данный момент только от word famous слушай но про спонсорство тоже крутая такая тема все российские мастера хотят способ спонсорство получить чтобы не тратить деньги ни в коем случае там на краску до чтобы ее не покупать за свой счет блин ну реально такая фигня когда например там есть российская краска да там производитель краска краска да и вот я например считаю что вообще она ничего не дает кроме того чтобы халяву получить и у нас был один такой момент когда приезжал к нам гостевым мастером работать один там человек тоже не буду фамилию называть он спорт спонсировался краской и короче и этой краской он пользовался только там кажется черным либо белым оттенком либо цветом там я не знаю и в итоге я отправляю лу говорю суша чувак но посмотри ну и рубина да но директора я ему отправляю и горю посмотри обрати внимание на этого там человека как тебе вообще его работы и он горит до работы крутые я горю ты не хочешь его взять в спонсорство ну в команду вордфемоса они там обсудили и нашли и нашли короче у этого человека спонсорство краски краски он горит суша но я не хочу конкурировать там горит ни с кем говорит но пусть этот человек остается в простой краски да и короче жадность прай разгубила называется знаешь там то есть блин чуваки ну вот это спонсорство может и помешать поэтому я считаю что лучше купить краску чем допустим ну там в каком-то моменте да там так облажаться жестко ну вордфемос дает но очень крутые такие на самом деле такие фишечки да ништяки которые ты допустим на любую конвенцию мира поехать можешь и не тратить там на покупку бокса да бокс вордфемос практически присутствует на всех хороших конвенциях вот и это конечно плюс и ну и соответственно покраски да то есть они незамедлительно отправляют а еще знаешь прикольный такой момент про спонсорство вот я все больше удивляюсь когда короче ты едешь на американскую конвенцию вот допустим не к хуртада да сейчас вот мы работаем да он же там миллион его спонсоров там снабжает всем оборудованием ко мне не знаю всем что и но почему он кто не задумался почему он работает в собственном боксе то есть он не сидит под брендом там интенс либо там фьюжен да там либо еще каким-то брендом он не сидит в том ряду где люди не могут заплатить себе за бокс на это как-то смешно да выглядит а короче приезжаем на питерский фестиваль и короче и и некому работать просто все все питерцы сели там много все российские мастера сели просто в ряд вордфемоса ну потому что а зачем платить за бокс там 20 тысяч рублей надо сэкономить то есть даже люди но для меня странно то что люди я тоже также делал как бы но вот сейчас я начал задумываться о том что люди даже экономия на себе они забывают про свой бренд про свой про свою личность получается то есть они готовы вот вот таким словом чтобы написали их фамилию но работать под огромным брендом да там вордфемос ну как-то странно но поэтому я например бы хотел на самом деле если уже дальше там дальнейшем ездить сейчас просто мне такая пауза если дальше ездить то все таки я думаю что я буду ездить только под своим именем ну и бокс обязательно буду лучше покупать чем сидеть там но вот в этом ряду ну как-то странно мне кажется нужная себя первую очередь подошла краска завтра может закрыться какая-нибудь ну ты как мастер должен себя позиционировать ну по крайней мере в моем понимании что конвенция это как раз таки показатель показатели мастера то есть когда подходишь к твоему боксу это по маркетингу наверно даже понятно да когда подходишь к твоему боксу человек первое что он должен видеть это имя твое то есть и показать твои работы но не в первую очередь он должен увидеть огромный стенд краски как вообще спонсорство международной компании получить ну то же самое все все упирается в твои работы делай крутой крутой портфолио делай крутые проекты делай максимальный упор на пиар да там соц сетях и конечно ты можешь сделать выгоду той же краски чтобы тебя заметили и соответственно и краска при предложить тебе выгодные условия чтобы ты их получается спонсировал они тебя расскажи почему сейчас татуировку с куртада делаешь у давно хотел его сделать в портфолио портфолио я короче хочу собрать вот в данном в данный этап работы да мне вот хочется пособирать в портфолио всех крутых чуваков которые ну на меня как-то влияют я считаю что куртада очень сильно повлиял на меня и своей истории как он к этому пришел и многими такими своими подходами я хотел бы конечно его портфолио выставить просто это круто чтобы мастера понимали что это крутой чувак не зря его носит еще один мастер крутой чувак на себе и и